Леор Сушарт Мы все знаем, что русские – очень читающая нация, это очень литературный народ, и у них есть культура литературная. Самые великие писатели – это русские писатели. Поэзия, автобиографические, исторические книги – очень многие из них написаны в России. Я уважаю это, и я вижу, что русские любят читать. Это очень важно. Я уважаю это. И поэтому я считаю для меня большая честь напечатать эту книгу на русском. Нельзя не отметить, что визит такого именитого гостя привлек себе немало внимания и произвел большой ажиотаж среди поклонников таланта Сушарда. Я врач-психотерапевт и занимаюсь гипнозом уже много лет. Мне интересно, как работает Леор. Я была у него на шоу. Я прочитала большую часть его книги. За сутки вот что начались продажи этой книги. И у меня появились вопросы. Я специально для этого приехала из Санкт-Петербурга. Интересно посмотреть на Леора Сушарда, потому что психологический фокус очень интересный. Посмотреть, интересно, как человек, который прочитает образование психолог, мне любопытно. Ну, еще получить автографы, к тому же. Интересно было посмотреть на это вживую, убедиться, что на самом деле все это не подстава там какая-то, что человек действительно обладает какими-то способностями. Я очень хочу живого общения, во-первых. Во-вторых, я хочу, чтобы он согнул ложку. Мы приехали из города Екатеринбурга. Мы получили книги, которых у нас нету, их нету в интернете. Сейчас они вот у меня в руках. Мы собрались с коллегами российскими в таком же стиле иллюзионизм. Не в таком масштабе, конечно, как Леор. Он мастер своего дела нашего века вообще. Свою известность Леор приобрел благодаря уникальным умениям, как говорится, за пределами человеческих возможностей. Он обладает поистине феноменальным разумом, который позволяет ему читать мысли людей, менять форму предметов, двигать любые вещи на расстоянии. Так есть ли все-таки в этом какая-то магия или просто ловкость рук и никакого волшебства? Я считаю, на самом деле, что это что-то магическое, наверное, как бы и с признаком психологии. Как он говорит, что самое главное иметь позитивное мышление, но тем не менее, не каждый оптимист умеет вот так вот ломать ложки взглядом. Я думаю, в большей степени это вот психология. То, что он развил в себе с детства. Если уж вы хотите, есть что-то по-детски наивное, очень регрессивное, очень замечательное в том, что он делает, выходящими за грани обычного восприятия. И заслуживает очень большого уважения на грани с восхищением. Что ж, ожидания многих были оправданы, а заветная ложка сломана. По ходу презентации Леор Сушарт поделился с читателями. В своей книге он раскрывает пару секретов сверхъестественных трюков. Там очень много крутых историй в этой книге. Я рассказываю секреты в этой книге. Процесс написания книги. Это была возможность для меня поделиться какими-то знаниями, идеями и мыслями. Это не просто учиться чему-то, но это также и истории, анекдоты, шутки, интерактивные фокусы, которым вы можете научить своих друзей. И даже когда я закончил книгу, и я перечитываю ее сейчас, я думаю, о, я хочу это изменить, это. Я постоянно учусь, я постоянно хочу изменяться, добавлять что-то, редактировать ее. Мне кажется, мне нужно будет просто написать вторую книгу. Водушевившись возможностью освоить уникальные способности по книге Леора Сушарда, посетители принялись фантазировать, как умение читать мысли поможет им в жизни. Только если в бизнесе могут помочь, что-нибудь угадывать, то есть развлекать людей. Вот в работе, наверное, да, очень хорошо пригодится. Ну, в общем-то, в личной жизни. Хотя бы в работе, я думаю, все-таки лучше будет. Ну, я думаю, в работе, в личной жизни лучше с кого-нибудь использовать. Ну, зачем? Задать вопросы, на которые не хочешь найти ответа. Можно обходить всякие ситуации, всякие недоразумения. Классная книга, быстренько пролистал. Надеюсь, еще больше понравится, когда я полностью погружусь в чтение. Сам Леор Сушард произвел впечатление позитивного, открытого человека, любящего пообщаться с читателями, пошутить. Без сомнения, все пришедшие на презентацию в московский дом книги получили исключительно положительные эмоции. Можете ли вы изогнуть ложку, если находитесь в полном одиночестве? Я задам вам встречный вопрос. Если я согнул ложку, тогда я абсолютно один. Как вы будете знать, что я согнул эту ложку? Мне достаточно будет знать ваш ответ на этот вопрос. Так я и практиковался. Кремль, Путин, водка. Я люблю выступать здесь. Одна негативная вещь. Я замерзаю. Я люблю праздники. Люблю хорошие вещи. Но внутри... Я 15-летний пацан. В этот раз очередь, выстроившаяся за автографом, заканчивалась почти у выхода. Столько желающих было получить именную книгу от автора. Все здорово, великолепно. От презентации самое главное – подписали книжку. Это здорово. У меня есть роспись. Я первый раз на презентации в доме книги. Можно задать любые вопросы, пообщаться лично, сфотографироваться. Нам презентация очень понравилась. Магазин очень большой. Очень большое разнообразие книг. Мне понравилось, что есть кафе, где можно приобрести книгу. Даже сначала ее не купить, пролистать, понять, нужна ли тебе эта книга. Обстановка, энергетика очень хорошая. Да, мне понравилось. Московский дом книги. Загляните на минутку. Задержитесь на весь день.